На должность я вступила пять месяцев назад. Мне сделали предложение от Департамента культуры Москвы. Действительно, я до этого не знала, что существует музей. Он, может быть, один из самых молодых, но тем не менее он был основан в 2007 году. Музея не было в выставочной площади, и вот буквально полтора года назад она появилась небольшая. И, конечно, много предстоит сделать, но вот полтора года активно мы уже делаем выставки, различные проекты. Сейчас мы ждем политической власти решения, чтобы нам сделали ремонт, чтобы нам обновили оборудование, то есть чтобы сделать дальнейший шаг. И я так полагаю, что именно вот такие надежды возлагаются на меня, как на руководителя. И, конечно, я всем сердцем болею за это дело, и я очень люблю моду, историю моды. И выставочной деятельностью раньше не занималась, но это настолько интересно и завораживает. Поэтому есть большие планы, и мы хотим развивать, и, конечно, историю моды. И вот это касательно лекций, научных работ. И хотим сделать вектор такой развития, чтобы объединить современных модных дизайнеров и сделать такой музей-форум, чтобы была площадка диалога, чтобы были конкурсы, чтобы была поддержка. Поэтому сейчас это актуальная очень тема, и вот назрел момент, когда нужно власти обратить на это внимание и взять вот такое в свои руки. Ну, я надеюсь, если вы об этом говорите, это дойдет через СМИ до нужных людей, возможно, все будет. Да, Сергей Семенович обещал поддержать, поэтому я думаю, что все у нас должно быть хорошо. Я бы с удовольствием и посотрудничала, но я не знаю, у нас, наверное, насколько мы проводили аналитику, первый государственный музей такой небольшой, и сейчас это дело только вот об этом начали говорить. И я думаю, что вряд ли в Баку, наверное, есть музей моды, но если будет, есть все основания, что именно там это сделать, потому что там особый национальный колорит, и, конечно, есть талантливые люди, и это будет достаточно интересно, потому что даже, как показывает практика, самая большая посещаемость даже национальных исторических музеев именно тогда, когда проходят выставки кутюрье знаменитых мировых дизайнеров. То есть это действительно, это привлекает, это красиво, в этом можно, это искусство, это такие выставки отражают эпоху времени, и это интересно людям, потому что действительно мода – это часть культуры, это часть нас самих, конечно же, мы что-то примеряем на себя, какие-то истории нам интересно посмотреть, как же это было, что носили в то время, что откуда пошли парики, корсеты и так далее и тому подобное. И у нас такие лекции проводятся в музее, и если это в Милане, например, в пять музеев, во Флоренции тоже. И мы стремимся. Это не должно быть каким-то приоритетом, безусловно, но у нас есть, например, в историческом музее в Москве представлена очень полно и широко наша одежда древних времен, и, конечно, разные эпохи там представлены наиболее широко и полно. Но музей мода – это немножко… музей мода должен сочетать себе и историческую часть, и все-таки работать с молодежью, потому что дизайнеров у нас очень много, талантливых людей тоже, им надо помогать, вот, и соединить вот эти два направления. Поэтому я думаю, что все впереди. Вы всегда прекрасно выглядите. Скажите, пожалуйста, изменился ваш стиль вот в связи с, может быть, новой должностью, может быть, какая-то маскулинность появилась, костюмы, любви или… С новой должностью нет, но с момента, с того момента, когда я организовала свое собственное дело, дизайн-студию, я могу сказать, что да, конечно, я стала, ну, более, что ли, осмысленно подходить к выбору одежды, к выбору того мероприятия, места, куда нужно пойти и действительно представить, показать свой образ там, где это уместно. И, безусловно, ушли какие-то лишние детали. Я больше стала, ну, понимать, что ли, себя еще и с возрастом. И, конечно, меняется, трансформация происходит. И чем человек более глубокий, интеллектуальный и развивается, у него, естественно, развивается и меняется гардероб. Действительно есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова